Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение второй книги Парли Паминон и сегодня будем читать 32 главу. Здесь говорится о нашествии Санахерима и о молитве Эзекии и Исаии. Имеется ввиду молитвы Эзекии, когда он переживал трудности, молился за свой народ, а потом молился, когда болезнь настигла его. Мы уже привыкли к тому, что нашествие на племенников осуществляется в Библии, попускается Богом за нечестие царей. Это четко видно. Неприязнь на племенников – это результат нечестия правителей страны. Но в данном случае Бог попускает нашествие, пережить благочестивому царю Эзекии. А зачем Бог попускает подобное людям, которые преданно служат ему? Для того, чтобы их усовершенствовать в этих проблемах. «После таких дел и верности», то есть правильных дел, верных, «пришел Санахерим», тут как противоречие такое, «после таких дел и верности пришел Санахерим», то есть враг, это противоречит как бы логике, «царь Ассирийский и ступил в Иудею и осадил укрепленные города и думал оторгнуть их себе». «Когда Эзекии увидел, что пришел Санахерим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями своими и с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему». То есть, чтобы перед продвижением армии ассирийцев ни один колодец не был бы способным дать им воду. Все засыпали. «И собралось множество народа, и засыпали все источники поток, протекающий по стране, говоря, да не найдут цари ассирийские, придя сюда, много воды, и да не укрепятся». А почему слово «царь» здесь во множественном числе? «Цари». Может быть, имеется в виду его как бы сатрапы, сановники? Нет. Они вели себя все, эти ассирийцы, как будто каждый из них царь. Вот такие наглые были. «И ободрился он, и восстановил всю обрушившуюся стену, и поднял ее до башни, и извне построил другую стену». Это действие царя, языки. «И укрепил мило в городе Давидово, и наготовил множество оружия и щитов». То есть он готовится к войне, «и поставил военачальников над народом, и собрал их к себе на площадь у городских ворот, и говорил к сердцу их, и сказал, будьте тверды, мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя ассирийского, и всего множества, которые с ним, потому что с нами более, нежели с ним». Что он имеет в виду? Ангельское воинство. Итак, когда приближается опасность войны, 7 стих, 32 главы, 2 книги Паралепименон говорит нам, что мы должны быть тверды, то есть непоколебимы, мужественными, то есть готовыми вступить в борьбу, бесстрашными и избегать любой боязни. Человек должен воспитывать себе такие качества. Верующему человеку легко воспитать себе такие качества. Как Василий Великий писал, «Кто Бога боится, тот никого не боится, а кто людей боится, тот Бога не боится». А религиозные люди, как правило, богобоязненные, а страх Божий сгорит любой другой человеческий страх. «С ним мышца плотская», то есть на стороне ассирийского царя, что мышца плотская. «А с нами Господь, Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на браниях наших». То есть Бог как бы сражается, как богатырь, витязь, среди полков народа своего. «И подкрепился народ словами Иезекия, царя иудейского». Иезекия дал им правильное наставление. «После сего послал Синахирим, царь ассирийский, рабов своих в Иерусалим. Сам он стоял против Лохиса и вся сила его с ним. «К Иезекии, царю иудейскому, и ко всем иудеям, которые в Иерусалиме, сказать, так говорит Синахирим, царь ассирийский, на что вы надеетесь и сидите в крепости в Иерусалиме. Не обольщает ли вас Иезекия, чтобы предать вас смерти от голода и жажды, говоря Господь, Бог наш спасет нас от руки царя ассирийского». Но в Иерусалиме не было жажды. Засыпали источники вне Иерусалима. А эти посланные царем ассирийским говорят «Не обольщает ли вас Иезекия, чтобы предать вас смерти от голода и жажды, говоря Господь, Бог наш спасет нас от руки царя ассирийского? Не этот ли Иезекия разрушил высоты его?» А он не его высоты разрушил, не высоты Господа, а идолов. «И жертвенники его» – это не его жертвенники, он говорит глупости. «И сказал Иудеи Иерусалиму, пред жертвенником единым поклоняйтесь, и на нем совершайте курение». Да, Иезекия так сказал, перед единым жертвенником поклоняйтесь, и только на нем совершайте курение. Это правильно. А эти посланные ассирийского царя продолжают говорить. «Разве вы не знаете, что сделал я, они говорят, от лица царя, и отцы мои со всеми народами земли? Могли ли боги народов земных спасти землю свою от руки моей? Кто из всех богов народов, истребленных отцами моими, мог спасти народ свой от руки моей? Как же возможно ваш бог спасти вас от руки моей?» Эти посланики ассирийского царя, они не понимают, что бог Авраам и Исаак и Иакова – это единственный бог. Он на небе, и он на земле, и храм его в Иерусалиме. Они говорят, «Кто из всех богов народов, истребленных отцами моими, мог спасти народ свой от руки моей?» Они в единственном числе от имени царя говорят. «Как же возможно ваш бог спасти вас от руки моей? И ныне пусть не обольщает вас, языкия, и не отклоняет вас таким образом, не верьте ему, если не в силах был ни один бог, ни одного народа и царства спасти народ свой от руки моей и от руки отцов моих, то и ваш бог не спасет вас от руки моей». И еще многое говорили рабы его, то есть ассирийского царя, против Господа Бога и против языки, а раба его, то есть они говорили против истинного Бога и против царя помазанника Божия. «И письма писал он, то есть царь ассирийский, в которых поносил Господа Бога Израилева и говорил против него такие слова, «Как боги народов земных не спасли народов своих от руки моей, так Бог языки не спасет народа своего от руки его». И кричали громким голосом на иудейском языке к народу иерусалимскому, то есть они оставили речь на сирийском, стали на иудейском, на еврейском кричать, потому что они поняли, что до языки не докричаться, хотя, может быть, народ, чтобы посеять панику. И кричали громким голосом на иудейском языке к народу иерусалимскому, который был на стене, они стояли под стеной, чтобы устрашить его и напугать его, и взять город, и говорили о Боге Иерусалима как о богах народов земли. Бог Иерусалима. Какое красивое слово-сочетание. Каждый, кто посещает Иерусалим, чувствует, что это особое Божье место, что это Божий город. И в псалмах Давида сказано, горе мне, если я забуду тебя, Иерусалим. Но они, вот эти ассирийцы, их царь, говорили о Боге Иерусалима, о Боге Авраама Исаака Иакова, не как об единственном Боге, а как об одном из многих богов, потому что тогда правители воспринимали свои войны как войны между богами. То есть, если один народ шел на другой народ, они понимали, что их боги идут против других богов. Они же были многобожники. И говорили о Боге Иерусалима как о богах народов земли изделия рук человеческих. Вот что их боги. Изделия рук человеческих. А наш Господь небо и землю сотворил. И помолился царь Изыкия, Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу. Здесь мы видим единодушие двух молящихся. Молится царь Изыкия и пророк сын Амосов. Это один из великих пророков Библии. И в ответ на их молитву происходит нечто удивительное. Ангел Господень, ангел от Бога, поражает ассирийцев. Об этом говорится с 21 по 23 стих. «И послал Господь ангела, и он устребил всех храбрых и, главное, начальствующего и начальствующих войске царя ассирийского. И возвратился он со стыдом в землю свою». То есть этот народ ассирийский. И когда пришел в дом Бога своего, исшедшие из чресел его, поразили его там мечом. царя ассирийского, имеется в виду, убили его сыновья. Исчезли его, то есть его сыновья, потому что он не оправдал их надежд, он отступил. «Так спас Господь Изыкию и жителей Иерусалима от руки Санахирима, царя ассирийского, и от руки всех и оберегал их отовсюду. Тогда многие приносили дары Господу в Иерусалиме и дорогие вещи Изыкии царю иудейскому, и он возвеличился после всего в глазах всех народов». Здесь конструкция текста такова, что, может быть, речь идет о начальнике царя ассирийского, который за свою гордость, за засловие Бога ему был попущен и был умершлен своими детьми. Далее говорится о болезни Изыкии. Казалось бы, Божий человек потерпел такую осаду странной ассирийцев. И вдруг болезнь. А это зачем Господь ему попускает? Я уже говорил. Бог попускает нам те или иные трудности с одной целью – усовершенствовать нас. В те дни заболел Изыкии смертельно. А почему сказано смертельно? Болезнь бывает за грехи. Болезнь бывает за грехи личные, за грехи родителей. Болезнь бывает временной, когда человек исцеляется от нее. А бывает болезнь к смерти. Временная болезнь – это как бы вразумление от Бога, может быть, наказание какое-то. А бывает к смерти смертельная. Вот Изыкия заболел смертельно. И помолился Господу, и он услышал его, и дал ему знамение. Но не воздал Изыкия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его. Вот единственный недостаток мы обнаруживаем в нем. И был на него гнев Божий и на Иудеев, и на Иерусалим. Но как смирился Изыкия в гордости сердца своего, сам и житель Иерусалима, то не пришел на них гнев Господен в одни языки. А были цари, которые вообще были язычниками. Почему же на них Господь не насылал смертельные недуги? Со своих избранных Господь спрашивает всегда значительно строже, чем с обычных людей. Поэтому не удивляйтесь, что соседи-безбожники крепкие, здоровые, разовощекие, они такими и влетят в ад, где плач искрежет зубов. А мы можем быть немощными, но Бог и избрал ничего незначущее, чтобы посрамить значущее. И было у Изыкия богатства, и славы весьма много, и хранилища он сделал у себя для серебра и золота, и камней драгоценных. Дальше перечисляются другие его заслуги. И с 32 по 33 говорится, прочие идеальные языки и добродетели его описаны в видении Исаии, сына Амосова, пророка. Имеется в виду Исаия 36 глава и 39. В книге царей иудейских, это в книгах царей тоже описана его жизнь, и израильских, и почил языки с отцами своими, и похоронили его над гробницами сыновей Давидовых. То есть он как бы превознесен был над всеми потомками Давида. И почесть воздали ему по смерти его все иудеи и жители Иерусалима, и воцарился Монассия, сын его вместо него. В Библии есть такой текст, сказано, что Господь и в ангелах своих усматривает недостатки. Так что не будем удивляться, что из Икии, такой совершенный человек, тоже пережил состояние гордыни, подобное может произойти с любым человеком. Например, был такой патриарх Филарет Милостивый, это византийский патриарх, насколько я помню. И когда он зашел на патриарший престол, он понял, какая опасность для него это положение, потому что все превозносили патриарха, хороводили вокруг него, всякие поклонения, приседания и так далее. Ну, что обычно бывает среди лицемеров. И патриарх испугался, зайдя на престол, как бы ему не возгордиться и не потерять все благословения, которые от Бога. Тогда он призвал к себе двух мастеров, гробовщиков, и сказал, делайте мне гроб, но делайте медленно, не спеша. Но каждый большой церковный праздник, когда обостряется вот это чувство прославления, культ личности патриарха, в окружении его там челюди, а, кстати, челюди епископов называется по-славянски сволочь. Почему? Они волочатся за епископом. И вот он сказал, когда будут какие-то праздники, приходите во дворец ко мне и говорите, останавливайте всех там выступающих с тостами там и говорите, патриарх, слушай, твой гроб делается, помни об этом, и уходите. И вот каждый большой праздник, когда обострение культ личности патриарха, Филарета, там толпы воздыхателей, лицемеров, почитателей, лизоблюды всякие, вот эта сволочь, они начинали там превзносить его, воспевать его. Вдруг заходили два человека, грубо одетые, с натруженными руками, без всякой очереди выходили вперед, останавливали там этих митрополитов и епископов и говорили, патриарх, знай, твой гроб делается и ко времени будет сделан. И патриарх Филарет, насколько помню, Филарет, Константинопский патриарх, он процвел благочестие, потому что память смертная, помогает людям преодолевать дух гордыни и самомнения и останавливать наших недоброжелателей, ибо все недоброжелатели наши это те, которые хвалят и превозносят нас самым лицемерным образом. и бархат, и ареста, и поископах, и обращаемся. Ирина, и вернемся, и ваше. Продолжение следует...